Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Собственно, возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, которые уже оказали влияние на динамику финансовых активов и, безусловно, могут это еще сделать чуть позже. Начнем мы сегодня с нефтянки 6092. Это то, что мы сейчас видим в наших терминалах. Бренд котируется на этой отметке. Очевидно, что, скорее всего, у продавцов снова есть планы и добраться до отметки 60 долларов за баррель. Нужно признать, друзья, что инициатива явно осталась за ними, несмотря даже на ближневосточный фон. Мы к нему уверен еще вернемся. Будет игра и на повышение, но пока что в моменте доминируют продавцы. Повторяю, что не нужно пока что лезть в рынок черного золота, если вы не хотите провести какую-то совсем долгосрочную сделку. Если вам интересно работать с локальным новостным фоном и вы готовы брать на себя риски, опять же, неверно принятых решений, ну, например, а сейчас на фоне снижения поставить на то, что бренд сможет оказаться пониже, либо вы ждете, опять же, плохих новостей с Ближнего Востока, которые, в свою очередь, могут поддержать котировки нефти. Отсюда уже и решение по покупке. Это вам, друзья, решать. Я пока что все-таки, если вас интересует моя точка зрения, самая, наверное, главная рекомендация это пока что быть в стороне. Ну, а если уж прям совсем хочется, руки чешутся, потрейдить нефтью, то лично я считаю, что на рынке продолжат и дальше доминировать продавцы. Очевидно, что сейчас инвесторам, всем тем, кто следит за нефтянкой, доставляет удовольствие сам факт работать с новостным фоном, который связан с замедлениями темпов роста мировой экономики, с последствиями для спроса. Эти ожидания по более низкому показателю спроса, они подтверждаются и данными от администрации энергетической информации, и прогнозами по темпам роста спроса до конца этого года со стороны Международного энергетического агентства. То есть статистики, в принципе, достаточно. Еще один риск локальный, скажем, это с отсылкой также на администрацию энергетической информации, которую вчера сообщили о том, что в этом месяце на семи основных крупнейших шельфовых месторождениях сланцевое производство нефти увеличится дополнительно на 70 тысяч. Но, в принципе, говоря про штаты, мы всегда знали, что предложение там будет зашкаливать, и это также, друзья, еще один недвижий фактор. Мы все ближе к торговой сессии среды, когда выйдут официальные данные по запасам. Последние недели именно эта статистика оказывала серьезную поддержку продавцам. Сегодня в 23.30 у нас, вроде, первая репетиция. Это отчет от Американского института нефти. Классический мы смотрим сначала на него, и на основании этого отчета делаем вывод о том, какие цифры могут быть опубликованы и от Минэнерго США. Поэтому, если сегодня в 23.30, завтра, разумеется, на брифинге мы уже поговорим, статистика будет со знаком «плюс», я думаю, что все-таки бренд протестит поддержку 60 долларов за баррель. Доллар иена 108.31. Сейчас пара, безусловно, начинает понемногу раскачиваться. Необходимо выводить ее из узкой зоны консолидации. Про торговки уже поднадоел диапазон входа около 50 пунктов. Ну, хорошо, что у нас есть серьезный фундамент. Это заседание американского регулятора и пресс-конференция Джерома Паула, которая ее возглавляет. Если Паула, друзья, подтвердит готовность американского регулятора к многократному снижению процентных ставок в этом году, доллару не удастся удержаться против иены выше планки 108. А действовать сейчас нужно в условиях глобального экономического спада, худших показателей промпроизводства за 10 лет в США, в условиях снижения инфляции и торговой войны с Китаем. То есть стимулирующая поддержка, стимулирование темпов экономического роста, забота о росте ВВП. Это, между прочим, мандат Федрезерва. И Паула неоднократно подчеркивал, что его первая очередная задача – это поддержать экономическое восстановление. Но, конечно же, если мы говорим о торговом протекционизме, нужно делать что-то, чтобы экономику стимулировать. Снижение процентных ставок – это прекрасный выбор. Морган, Стэнли, кстати, пошли дальше всех сейчас. Они считают, что к 2020 году ставка Федрезерва может опуститься до нуля. Если это произойдет, я думаю, что доллар вступит в период многолетнего затяжного тренда развития нисходящей динамики. Но мы будем держать руку на пульсе. Доллар-франк, друзья, 0.9977. Я снова призываю вас обратить внимание на эту валютную пару с отсылкой на то, что Национальный банк Швейцарии признал на прошлой неделе перекупленность валюты и готовность к действиям через возможное дополнительное смягчение политики снижения процентных ставок, либо через какие-то интервенции. Имейте это в виду. Если хотите провести хорошую прибыльную сделку, покупайте прямо с текущих уровней, потому что еще чуть-чуть и будет поздно. Биткоин. Давненько мы о нем не говорили, но сейчас пару слов стоит уделить. Ему 9253 доллара уже дают за одну единицу родоначальника всей криптоиндустрии. Причин для роста несколько. Это интерес со стороны институционалов. Это, между прочим, и новостной фон о том, что Facebook планирует запустить свою криптовалюту и, в принципе, в пятницу уже заключил партнерство с Visa, с PayPal, с MasterCard. Кстати говоря, еще мне нравится фон работы с крипторынком в плане его роста с отсылкой, опять же, на торговый конфликт США и Китая, поскольку в условиях пошлин и желании обойти снова растет спрос на анонимную и децентрализованную валюту. И биткоин, конечно же, он у всех на слуху, и вот он, пожалуйста, растет динамичнее всех. Я думаю, что до десятки мы точно доберемся, а там уже, конечно, будет важно понять, насколько активными будут продавцы на уровне вот этого психологического барьера. Австралии спротив доллара 0,6837 снижаемся. Несколько часов назад вышли протоколы, согласно которым вслед за прошлым решением Резервного банка Австралии снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Она будет снижена, скорее всего, снова в августе. Но если не удастся решить проблему с резким замедлением инфляции темпами экономического восстановления, то ждем это решение, друзья, уже в июле, поэтому австралиец медленно, но верно, будет смещаться в район 0,66. Евро против доллара. Сегодня мы ждем статистику. Это сначала выступление Драги, уже совсем скоро в 11.00 по московскому времени. В 12.00 данные по индексу потребительских оцен и по зию бизнес-оптимизму. Ожидания плохие, поэтому сегодня мы можем закрыть по евро, доллару в день пониже, поскольку слабая статистика будет усиливать давление на главный валютный риск, поскольку повлияет на будущее решение Европейского центрального банка по стимулированию экономического роста. И что касается британца, друзья, мы почти добрались до нашей цели 1.25. Я поздравляю всех тех, кто держал вместе со мной короткую позицию, она принесла очень хороший профит. Если прям совсем, чтобы зацепить планку 1.25, сегодня у нас есть триггер. Это выступление Карни в 17.00 по московскому времени. Намек на дальнейшее смягчение экономической политики может сделать свое дело, и мы пробьем вот этот уровень 1.25. Ну, хотелось бы это увидеть. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok